Святитель Феофан Затворник. Размышления на Рождество Христово. Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней Рождества Христово. Повеселимся же теперь и порадуемся. Святая Церковь наручно для того, чтобы возвысить наше веселье в эти дни, учреднила перед ними пост. Некоторое стеснение, чтобы вступаем в них, мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При всем том, она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению только чувств и одним удовольствием плотским. Но Истари, наименовав эти дни, святками требует, чтобы самое веселье наше в течении было свято, как они святы. И чтобы не забылся, кто веселясь, она вложила в устаном краткую песнь во славу родившегося Христа, которую остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему достойные дней этих занятий. Христос рождается, славите и прочее. Славьте же Христа, славьте так, чтобы этим словословием усладилась душа и сердце. И тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху. Славьте Христа. Это не то, что составляете длинные хвалебные песни Христу, нет. Но если, помышляя или слушая о Рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете. Слава тебе, Господи, что родился Христос. Это вы довольны. Это будет тихое пень сердца, которое пройдет, однако же небеса, и войдет к самому Богу. Воспроизводите немного пояснее то, что совершенно для нас Господом. И вы видите, как естественно, ныне нам такое воззвание. Чтобы это было легче, для нас приравняем к этому следующие случаи. Заключенному в темнице, закованному в узу, царь обещал свободу. Ждет заключенный день, другой ждет месяца и годы, не видит исполнения, но не теряет надежды, веря цареву слову. Наконец показались признаки, что скоро, скоро внимание его напрягается. Он слышит шум приближающихся с веселым говором. Вот спадают запоры, и входит избавитель. «Слава тебе, Господи!» – восклицает невольно узник. «Пришел конец моему заключению. Скоро увижу свет Божий». Другой случай. Больной, покрытый ранами, расслабленный всеми членами, переиспытал все лекарства и много переменил врачей. Терпение его истощилось, и он готов был предаться отчаянному гореванию. Ему говорят, есть еще и скучнейший врач. Всех вылечивает именно от таких болезней, как твоя. Мы просили его, обещал прийти. Больной верит. Возникает надежды и ждет обещанного. Проходит час-другой. Более беспокойство снова начинает точить душу его. Уже под вечер кто-то подъехал. Идет. Отворилась дверь. И в ходе желанной. «Слава тебе, Господи!» – вскрикивает больной. Вот и еще случай. Нависла грозная туча. Мрак покрыл лицо земли. Гром потрясает основание горы. Молнии прорезывают небо из края в край. От этого все, все страхи, словно настал конец мира. Когда же потом гроза проходит, и небо проясняется всякий, свободно вздыхая, говорит «Слава тебе, Господи!» Приблизьте эти случаи к себе, увидите. Что в них вся наша история. «Грозная туча гнева Божия была над нами. Пришел Господь Примиритель и разогнал эту тучу. Мы были покрыты ранами грехов и страстей. Пришел врач души и исцелил нас. Были мы в узах рабства. Пришел Освободитель и разрешил узы наши. Приблизьте все это к сердцу своему и восприимите чувствами своими, и вы не удержитесь, чтобы не воскликнуть. «Слава тебе, Господи, что родился Христос!» Не усиливаясь, словами моими привить к вам такую радость. Это недоступно ни для какого слова. Дело, совершенное родившимся Господом, касается каждого из нас. Вступающие в общение с Ним приемлют от Него свободу, врачество, мир. Обладают всем этим и вкушают сладость того. Тем, которые испытывают это в себе, незачем говорить «Радуйтесь», потому что они не могут не радоваться. А тем, которые не испытывают, что и говорить «Радуйтесь». Они не могут радоваться. Связанный по рукам и по ногам, сколько ни говори ему, радуйся избавлению, не возрадуется. Покрытому ранами грехов, откуда придет радость у врачевания? Кто вздохнет свободно устрашаемой грозой гнева Божия? Таким можно только сказать. Пойдите вы к младенцу, повитому, лежащему в яслях, и ищите у него избавление от всех, как держащих вас зол, ибо этот младенец Христос спас мира. Желалось бы всех видеть радующимися именно этой радостью, и не хотящими знать других радостей. Но не все сущие от Израиля, Израиль. Начнутся теперь увеселения пустые, бойные, разжигающие похоти, глазерство, кружение, оборотничество. Любящим все это, сколько ни говори, укратитесь, они затыкают уши свои и не внемлют, и всегда доведут светлые дни праздника до того, что заставят много милостей о Господа отвратить отчество и от нас и сказать, мерзость мне все эти празднества ваши. И действительно, многие из наших увеселений общественных воистину мерзость языческая. То есть одни прямо перенесены к нам из языческого мира, а другие, хотя и позже явились, но пропитаны духом язычества. И как будто нарочно они изобретаются в большом количестве вне Рождества и Пасхи. Увлекая семьи, мы даем князю миром, учителю, своему противнику Божию, повод говорить Богу, что сделал ты мне Рождеством своим и воскресеньем. Все ко мне идут. Но да проносится чаще в глубину сердца нашего слова 50-го псалма. Ты праден в приговоре твоим очистствует твоим. Ведайте, православный, что Бог поругаем не бываем, и, ведая это, веселитесь и радуйтесь в этини со страхом. Освятите светлый праздник святыми делами, занятиями, выселениями, чтобы все, смотря на вас, как на нас сказали. У них святки, а не буйные какие-нибудь тигричи, нечистцев, нечистивцев и развратников, не знающих Бога. Аминь.